Добрый день всем! А со стороны команды Ехоум вообще мульти дэмэдж комбинация. Единственное у меня опасение, что морфлинг у нас пойдет в саппорт или... Но... В любом случае морф у нас потенциал лейту наберет. Правда и у команды Ньюби Миракл есть чем заняться в конце концов. То есть план Б имеется, есть Шадоу Финт, есть Джаггернаут. Который морфлинга в лейте в любом случае вдвоем передамажит. Если морф у нас конечно не будет фармить. Ну, на данный момент по пику Шейкер, Шадоу Финт, Джаггернаут, Веномансер и Шадоу Шаман от команды Ньюби Миракл. И со стороны команды Ехоум, Бэтрайд, Рэнш, Топорэйшн, Рубик, Морфлинг и Лина в пике. По пику конечно команда Ньюби Миракл посимпатичнее смотрится. У них в принципе ясна абсолютно комбинация. Это варды от Шадоу Шамана, это варды от Веномансера нон-стоп. И линии сами по себе должны постепенненько падать. Но как получится и получится ли вообще мы в принципе увидим немножко попозже. На данный момент в принципе у команды Ехоум по лайнам расстановка относительно ясна. Рутики отправляется у нас на Бэтрайдере на нижний лайн. Мид лайн скорее всего будет за Линой и топ лайн у нас... Да, топ лайн у нас фарм Морфлинг. Морф у нас будет фармить никаких доходяк, которые будут бегать с меками, юулами и абсолютно непонятными артефактами на Морфлинге. Все в принципе по старой доброй классической схеме. Морф, который имеет вообще убер дэмэдж невывозимый. И если так получится, то дака у команды Ньюби действительно будут проблемы. У Джаггера Морф спасается очень просто одним Этериалом. Это не проблема совершенно. Да и выключать Джаггера тоже станет не проблемой. Все-таки есть Лина в пике команде Ехоум. Которая рано или поздно в Аганим выйдет. И Лина, которая стоит на мид лейне, понимаете, что скорее всего рано выйдет в Аганим. Вряд ли это будет поздно. Там и юулы будут, там будет скорее всего Даггер. Ну и до Аганима недалеко в принципе Лине. С возможностью фармить. Два спала бросил, пачка крипов упала, деньги капнули. Поэтому по фарму конечно Ехоумы проседать не должны. Вот Ньюби должны задавить пуш потенциалом своим, своей пуш стратой. Ну что, Ланэм у нас должен поднимать Шейкера. Поднимает Шейкера, возвращает его назад. Ну так подойдите же поближе. Шейкер у нас в итоге отправляется в таверну. Пенитэнк забирает первый фраг и команда Ньюби начинает гореть. И первый отдается Миракл. Тот самый Миракл, который... Все это Ньюби Миракл за собой должен был вести. Все, первый фраг для команды Ехоум сделан. По голде подняли сколько нужно было. 430 разделили на всех. И отправляются на лайны. Игроки обеих команд. По линиям давайте еще раз пробежимся, чтобы теперь точная была абсолютная инфа. На мидлейне со стороны команды Ехоум стоит у нас Лина. На мидлейне от Ньюби Миракл стоит Шадоу Финт. Сложная для команды Ехоум Роти Кейн на Бэтрайдере. И в легкой для команды Ньюби Миракл Джаггернаут фармит. Помогает ему фармить Веномансер. И здесь же Шадоу Шаман. Ну дизейблов тьма вообще. Полнише. Сразу через Веном с Гель пошел Веник. И Шадоу Шаман, разумеется, по стандарту, я так понимаю. Хекс и Шейкл. Ну и Лезер Шок. В общем-то посмотрим, что будет в приоритете. На сложную линию команды Ньюби Миракл отправился тот самый Миракл на Шейкере, который у нас ФБ уже Ехоумом подарил. Ну и ДДС у нас играет на Ancient Operation, саппортит здесь Морфлинга. Морф, по-моему, Янг играет на Морфлинге, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, напишите в чат, кто там у нас на Морфе за Ехоум сейчас топит. На лоу ХП у нас Шадоу Финт. Разобрали. Ланэм опять очень удачно ворвался и первый фраг был при его участии. Ну и теперь вместе с Панетенгом смогли отправить в таверну теперь мидера команды Ньюби Миракл. У Пенни Тенга, кстати, дела идут великолепно вообще. Шадоу Финт умер-умер Миракл и во всех двух фрагах Лина принимала участие. И ХП накапала там, и золото у Лины уже предостаточно, по-моему, первое место так и есть. Да, 2-100 для Панетенга и ближайший преследователь это Джаггернаут от команды Ньюби Миракл. У него 1300, и здесь 2 200 у Лины, и за 2 минуты в 2 раза переформить мейнкерри команды Ньюби Миракл. Ну, я думаю, вы понимаете, что это значит и чем это чревато для коллектива Ньюби. На топ-лейне Янг уже насобирал себе 14 крипов, 9 заданайных. Бедняга Миракл подойти вообще не может к крипам. Ну, здесь опять же, здесь отводы, здесь саппортинг от DDC. В принципе, нелегко вообще стоять шейкеру на сложной, а если еще и сложная, имеет классический вид. То есть это серьезный керри с хорошим дэмэджем и с высоким рейнджем, да и вообще с прокастом очень-очень неплохим. То тогда оффлейнеру, конечно, очень проблематично даже близко подходить к крипам. Я уже не говорю о том, чтобы кого-то убивать. Но Солринг рецепт приобретает себе шейкер, но когда этот Солринг появится, толком непонятно. Рецепт сам по себе ничего не дает. По-моему, очень опрометчиво Миракл поступил. Ланэм смещается на мидлейн. Готовится еще один выход на СФ, как я понимаю. Задувка в никого. Драгонслейв впустую потратил Пенитэнк. Ланэм отходит. Хотя Ланэм, в принципе, держится близко к мидлейну, поэтому, может быть... Может быть... Фраг мы еще один увидим. Ну, Ланэм играет в очень опасную игру, как по мне. Здесь уже дабла стянулась на мидлейн. Есть чем цеплять его, есть чем дамажить. Ну что, и здесь неужели Пенитэнк в Соло просто в Соло убивает СФа? Обычный раскаст. Лайтстрайк Эрри под ноги, Драгонслейв на дорожку и 3-4 удара. Пассивка Лины свое дело делает. Бегать от Лины вариантов практически нет. У СФа нет тапка. У СФа один боттл и два Ирон Брэнша. Конечно, неприятно. СФ у Лины уже есть. Помимо батла есть тапок, есть нул талисман и летит... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бедненький СФ. Лине уже летит. Летят фейсбуцы и Magic Wand. Шестой левел Лина. Четвертый левел СФ. Не покидает вообще попытки СФ. Здесь хоть что-то еще нас оппортит. Ну, Ланэм близко. То есть, просто ловим и убиваем. Проблемы никакой вообще для команды Юхум на Медлейне быть не должно. С таким дичайшим перефармом. С таким демеджем. С такой скоростью атаки, которая есть у Лины. Ну, с руки уже она бьет 100 с копейками. Понимаете, прекрасно. При серьезном бусте за счет пассивки. Какой огромнейший демедж после двух раскастов вливается в Шадоу Финда. Я думаю, 4 удара до того, как попытается у нас СФ уйти, точно приоритет. А это 400 демеджа. А это еще, кстати, 250 с Драгон Слейва и 120 Слайс Тракеры. Ну и СФ, у которого 600 хп. Батлом здесь не отопьешься. Лина просто не дает возможности это сделать. Роти Кей со сложной линией отправляется в лес. Насколько я понимаю, 900 по голде у Роти Кей есть. Но хотя бы Транквил Буци необходимо себе приобрести. Смок юзает команда Яхум. Но они захватили инициативу, поэтому могут сами диктовать тут правила вообще игры. Юзают Смок отправляется на нижний лайн. Здесь уже Шадоу Шаман, по-моему, первая жертва. Да и Джаггернау тоже может встрять. И в лесу увидели, по-моему, СФ. А понимают, что где-то он что-то там фармит под Смоком. Ланем здесь, Пенитенг здесь. Лагуна Блэйд есть. Просто поднимает у нас в Телекинес Шадоу Финда. Под ноги стан. Телекинес от Ланема. И СФ чуть-чуть приподнялся. Нет, СФ вообще не поднимали. Лагуна Блэйд сразу же здесь веномансера. Доминейтинг уже у Лины. Четыре фрага на шестой минуте. Пенитенга пытаются поймать здесь. Фессурой закрыли его. Ну и, скорее всего, здесь Лина все-таки умирает. Идет отдаваться крипам. Не доходит. 5-1 в итоге. Размен получился 2 в 1. Но Лина дорого, конечно, стоила. И ДДС здесь решил еще подраться с Джаггернаутом. Очень даже зря. Счет 2-5. По итогу этого файта мы заработали... По-моему, 450. Да, и где-то 400 для Ньюби. В любом случае, команда Юхум должна впереди быть. По статистике. По XP они выигрывают 1000. По голде где-то... Да, 2 с копейками. Даже 2 с половиной. И у Лины по-прежнему топный творц на карте. Правда, Джаггернаут постепенно к ней приближается. Но Меркл на Джаггере, в принципе, прощать не должен. Если дадут выфармить, то беды будут для всех. У Морфа это время выходит у нас постепенно в линку. СФа поймали. Где же это СФ выделись? СФ... Нет, СФ у нас занимается лесным фармингом. Ну, то, что СФа исключили вообще с фарма на Мидлейне, это уже о чем-то говорит. Команда Яхум намного мощнее на ранних минутах выглядит. И... То, что главный мидер вообще всей доты не может фармить на миде, это действительно проблематично. Забрали топ-лейн игроки команды Яхум. Первый тавер падает. Крипы его забирают, так что золото поделено. Янг ничего здесь себе дополнительного не забрал. Ну, уже есть, в принципе, персик для Морфинга. Просто необходимо его приобрести. А деньги на него давным-давно уже накопились. Ну, и линкен сфера от Морфа. Давайте думать, зачем. Ну, Шейкл от Шадоу Шамана. Это раз. Джаггер. Нет, СФ нет. Шейкер. Винномансер. Да я даже не знаю, линка, кстати, зачем. Просто выйдет Хекс и Шейкл от Шадоу Шамана. Не уверен, что оно того стоит. Ну, и ульта Джаггера, конечно. Но я думаю, что до проюзывания ульты давным-давно собьют у нас уже линку Морфлингу. Тем не менее, Морф собирается в линку. В принципе, ХП, манна реген тоже не лишний. Плюс статы. Будет линка ранее, почему бы и нет. Рано или поздно у кого-то ведь что-то появится. Какие-то дополнительные сплы точечные, которые необходимо будет и выйдеть. Ну, и Морф сам себя обезопасит. По голде 5000 команда E-Home. По экспириенсу по 2000 тоже коллектив E-Home. Бедненькие ньюби. Как же сильно их разносят. Ну, не стоит забывать, что это не стандартный, не классический ньюби. Это ньюби Миракл. Это тех, кого Миракл собрал. Те, кто пошли на имя и стали... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сразу же Рубик крадет у нас ворды у Шадоу Шамана моментально. И теперь ворды против вордов. Какая-то адская бойня. Непонятно вообще, что происходит. Чьи ворды, за кого, кто что бьет. В итоге ворды Ланема убивают ворды 54.00. Морфлинг перекачивается у нас в силу. Миракл готов разультиться. Ротики отправляется в таверну. В итоге 2 в 1 дерутся в пользу команды ньюби Миракл. Все, отходит Джаггер. Ну, должен, по крайней мере, отходить. Хотя, кто его отпустит? У Лина уже куча вообще дэмэджа. Да, горит. В итоге у нас Джаггер наут. Ланем забирает этот фраг. Ну и дальше. Дальше погнала команда E-Home. 3 в 1 уже идет размен. E-Home выглядят мощнее до сих пор. Не теряют свое преимущество. Порядка 6 тысяч по голде и 4 тысячи по экспириенсу в пользу коллектива E-Home. У Лины уже есть Юл, есть Фейсбуцы, есть Нул Талисман. И, кстати, еще и 1200 на руках. Сразу можно идти в Аганим. Сейчас Пойнт Бустер уже можно приобретать. В принципе, ранний Аганим. Здесь очень много вопросов решит СФ. Уже сам по себе не жилец. 0-3-0 идет у нас. Мидлейн СФ. Так, Веника у нас поймали. И Лина здесь еще и Веномантер разбирает. Уже Доминейтинг опять для Пенитенго. Он умирал. И умирал как раз после Доминейтинг Стрик. Теперь новый Доминейтинг Стрик. 8-1 идет Лина. 11-й левел. Вторая Лагуна Блейд. Бей не хочу просто. 11 минут. По-прежнему Йохоум давит. 6000 по золоту. 4,5 по экспириенсу от команды Йохоум. Ланэм видит здесь Шейкера. И, кстати, 5-4-0 ждал здесь Ланэма. В итоге Лина у нас делает мега килл. Развалила очень быстро на медлейне СФ. Я думаю, та же история сейчас будет еще и с Шейкером. Ну, понеслось просто. Анстапа был уже для Пенитенго. Дальше. Дальше, дальше идет команда Йохоум. Ну, то, о чем я говорил. Команда Ньюби должна была давить, пушить, сносить товара. По демеджу Йохоумы, по бёрст демеджу, вообще по прокастам, по нюкам команды Йохоум. Они гораздо мощнее. Они на ранних лвлах, в принципе, должны стирать команду Ньюби с лица доты. Примерно этим они и занимаются. Если не сбавят темп, то при ходу, наверное, минуты 25-30 от команды Ньюби вообще ничего не останется. Тут либо задавить их пушем и Йохоумов, либо писать ГГ и гоу-некст. Мне кажется, третьего действительно не дано. Продолжение у нас карнавала вообще от Лины. Пенни-тэнк забирает еще раз СФ-ай. И сюда же Шадоу Шаман. Еще дабл-кил один. Монстр-кил уже для Лины. 12-1. Следующий килл это Гадлайк. И ничего, собственно, с Линой тут не сделать. У Лины совсем чуть-чуть. 250 остается до Аганима. 1200 маны. 1200 хеллспоинтов на 13-й минуте. Бегай по всей карте, убивай, и слова тебе никто не скажет. Все, сейчас еще немножко маны насобирает у нас Пенни-тэнк. Забирает пару пачек крипов, и у него готовый Аганим. После Аганима СФ, наверное, с одного раз каста умирает. Просто дается Лагуна Блейд, и СФ потихонечку-потихонечку отправляется в таверну. Все, последний голем для Пенни-тэнга. Аганим готов. Еще и не уходит у нас никуда Пенни-тэнк. Надо отойти, похилиться и не тратить время зря. Ну, тут решил... Ну, все равно что-то, может быть, Мэджик Уон там, может, в принципе, ТП-шку и купят. В любом случае, что-то выкладывать придется. Возможно, Нул-талисман на своего житлина. ТП необходимо с собой носить. Это знают все, взрослые и дети. Ну, все, пожалуйста, да. Нул-талисман продается, приобретается ПТ, и Пенни-тэнк готов идти и убивать. Для Ихумов, по-моему, замена зашла просто великолепно. Не сказать, что Ньюби Миракл по своему составу такие уж серьезные рахиты, которые играют по Абдоту и которые так легко могут литься. Тем не менее, команда Ихум вообще не чувствует у нас команду Ньюби Миракл. На топлейн, выходят Ньюби. Ставили ворды. Т1 вроде как и подгорает, но придут же дефать свой Т2. Здесь их, в принципе, команда Ихум не ждет. Только Лина. Здесь у Лины есть ИУ, есть Аганим, есть Фейсбуцит. Догнать ее, по сути, невозможно. Даже под Веном Гелем Лина должна уходить у нас. Опять же, просто поднимаешь в ИУ какого-нибудь веника, чтобы он тебя пассивкой не словил, и отправляешься куда там угодно. И ДД еще руна для Лины. Ну, все просто великолепно. Какой-нибудь даже маломальский рассказ. Пенитенкс пулемет у нас развалит всех. Ну что, развалили в это время на топлейне у нас Морф Линга. Морф пока на фоне Лины вообще не боец. Еще до сих пор не появилась у Морфа Линга. Ну и по убийствам Морф тоже 0-1-2 идет. Ну, совсем другие, в принципе, лица здесь в составе команды Юхум решают, кому и как играть. По голде, кстати, с Морфа 1100 заработали, и 2000 экспириенсы Нью Биэм поимели с Керри команды Юхум. Правда, Керри, который не убивал еще никого, но тем не менее стоял всю игру фармил. И вот, пожалуйста, пришли так нагло и с ним разобрались. Пока Лина там страх и ужас нагоняет на команду Нью Би Миракл, сама команда Нью Би Миракл, кроме Лины, в общем-то, никого не боится. Да и не должна здесь никого бояться, разве что Бэтрайдер может сильно надамажить. За счет Фаерфлая, за счет Лассо, в принципе, Нью Биэм-то слабоваты. По ХП маловато всего, да и... какого-то эскейпа как такового ни у кого вообще нет. Джаггер что-то может заявить за счет Блейд Фьюри или Омни Слэша, но... даже это все требует нескольких «если». Поймали Шадоу Шамана. Не примерзает Лина, уже полетела на хосте. Минус Шадоу Шаман, ульта аппарата. Ульта аппарата попадает здесь по Джаггернауту, быстрее тэпаут отсюда, лететь как можно быстрее. Минус 2 делает команда Ехоум. Гадлайк уже для команды Ехоум на линии. Ну и все. И 17 минут, и ГГ пишет Шадоу Шаман. Я думаю, вся команда к нему присоединяется. Нью Би Миракл проиграли эту игру за 16 с копейками минут, потому что мид-лина никого здесь вообще не ощущала. Просто все очень просто сделала команда Ехоум. Точнее, да, Ехоум. Поставили хорошего мидера. Не дали возможности выформить вообще ничего. Ну и все, и план Б был в виде морфинга, он не понадобился. 14-1 Лина. И всего 4 кила вообще сделала команда Нью Би Миракл. Ну, о чем можно говорить? Лина сама 3 раза могла бы убить Нью Би Миракл, если бы где-то в соло пришлось драться. Ладно, все, услышимся на второй катке. Пока что Ехоумы выглядят намного серьезней. В принципе, в приоритете, конечно, их победа. Все, небольшая пауза, не переключайтесь. Услышимся через 2-3 минуты. Возможно, у нас будет очень стремительная катка. Судя по первой, все к этому идет. До связи. Судя по первой, все к этому идет. Судя по первой, все к этому идет. Судя по первой, все к этому идет. Судя по первой, все к этому идет.